Здравствуйте, дорогие друзья! Серия фильмов, посвященная храмовым постройкам, имеет общее название «Храмы. Что не так?» И состоит из множества фильмов, посвященных анализу храмов и монастырей, разбор их историй и того, что есть на самом деле. На данный момент вышло уже 19 фильмов по 16 храмовым постройкам, и в каждом фильме мы разбирали какое-то одно конкретное сооружение. В этом фильме будет общий анализ храмов и монастырей, посещенных в 2018 году. И также в этом фильме я постараюсь ответить на вопрос и покажу, что же именно не так с нашими храмами и монастырями. Подчеркиваю, рассказ будет только о тех объектах, где был лично сам или были мои помощники. Поэтому никаких диванных исследований, все увиденное своими глазами, покажем и вам, друзья. Краткой официальной исторической справки в этот раз не будет, так как в сегодняшнем обзоре представлено 18 сооружений. Поэтому по мере рассказа я буду просто приводить официальные данные, если это потребуется. Все увиденное было измерено и сведено в единую базу данных в виде таблицы, для наглядности. В этой таблице помимо 18 объектов, про которые расскажу далее, также содержится информация о храмовых постройках, по которым уже вышли подробные фильмы. Ссылка на файл базы данных будет в описании под фильмом на YouTube канале «Неофициальная история». Также в этой таблице представлены координаты всех зданий и сооружений, и каждый может все проверить, а при желании и дополнить. Друзья, предлагаю вам подключиться к ее заполнению в своих регионах, когда это будет не просто таблица, а полноценная база данных. Также прошу вас проверить данные, уже представленные в этой таблице, так как я мог ошибиться или что-то упустить. А если вы что-то знаете прямо сейчас или узнаете потом, то пишите, пожалуйста, в комментариях. Буквально в двух словах поясню терминологию, используемую в описании канонических храмов. Согласно христианскому православному канону, храм должен быть таким. Это вид сверху. Алтарь храма расположен строго на восток от основного объема, и отделен от него царскими, это самые большие, посередине, северными и южными вратами, которые обычно задекорированы иконостасом. Кстати, Триумфальная арка императора Константина в Риме выглядит так же, как и эти врата в любом храме, и имеет ориентацию на северо-восток. То есть, если добавить к Триумфальной арке апсиду, ну то есть алтарь, и основное здание храма, то мы получим то, что сейчас называется церквями, с ориентацией алтаря на северо-восток. Ну это я отвлекся. Возвращаемся к нашему плану. Итак, согласно канону, с запада к основному объему храма примыкает трапезная, а уже к ней, так же с запада, примыкает колокольня, через которую обычно и осуществляется вход в храм. Вот так храм выглядит со стороны, в данном случае с юга. Справа налево. Это алтарь, основной объем, трапезная, колокольня. Храм венчает купол, на котором расположен цветовой барабан, на котором, в свою очередь, установлен крест, ориентированный с севера на юг. Подчеркну, согласно канону, алтарь храма должен быть обращен строго на восток, крест на куполе ориентирован с севера на юг, чтобы прихожане, входящие в храм с запада, видели лицевую сторону креста, а не боковую грань. И сам храм должен располагаться на вершине холма и не иметь ничего лишнего. И выглядеть именно так, потому что, согласно словам некоторых церковных иерархов, цитата, «в неканоническом храме нет божьей благодати». Конец цитаты. При этом в наше время даже известны случаи, когда священники отказывались освящать новые храмы, так как они построены не по канону. Также в двух словах объясню некоторые обозначения в таблице. Расшивка швов. Цель и задача, для которых строится здание, определяет и саму технологию его постройки. И наличие расшивки говорит о том, что по изначальному плану штукатурить стену не планировали, так как расшивка швов на стене, которая будет в последующем штукатуриться, это лишняя трата времени и сил. Все мы знаем, как красивая стена из красного кирпича. Ну вот, например, Кремль. Возникает вопрос, зачем может понадобиться ее штукатурить? Ответ на самом деле прост. Или она уже утеряла свою красоту, или нужно закрыть то, чего видеть простым людям не положено. Проще говоря, расшивка швов на кирпичной стене присутствует там, где стен штукатурить не планировалось. Ориентация по сторонам света. Здесь имеется в виду направление алтаря. Первое это на восток, второе это северо-восток, третье это юг-восток, четвертое это другие направления. В монастырях подразумевается ориентация по сторонам света основного храма. Отверстие в барабан. Это отверстие в верхней части купола, в месте установки светового барабана. Это важно, так как у многих храмов, в результате более поздних переделок, это отверстие оказалось заложено. Также немаловажным фактом является то, как крепился иконостас. Ни в одном из храмов этот крепеж не был предусмотрен при строительстве. И во многих случаях выбивался в уже готовой стене. То же самое касается дымоходов и закладных для стропил крыши. Они пробивались в уже готовой стене. А вот различные технологические отверстия и ниши выполнялись сразу при постройке и возведении стены. Псевдофундамент. Это облицовка камнем понизу кирпичной стены на уровне грунта. Архитектурная символика. Это что-либо указывающее на религиозную принадлежность сооружения, выполненную в камне. Хочу отметить, что, например, крест, процарапанный гвоздем в кирпиче, так же, как и деревянный или железный крест на крыше, в данном случае архитектурной символикой не является. Это называется убранство храма. А мы рассматриваем исключительно технологии строительства. А вот если в кирпичной стене выложена фигура в форме креста, то это уже архитектурная символика. Думаю, остальные моменты в таблице понятны. Друзья, по каждому представленному в таблице сооружению имеется большой объем отснятого материала. И если вы хотите узнать о каком-то объекте более подробно, то просто проголосуйте за него. Ссылочка на голосование будет в описании. А теперь давайте посмотрим на все эти канонические и не очень моменты, которые есть в реальности. Первый у нас храм Богоявления Господня в городе Москва. Ориентация алтаря на северо-восток. Здание трехуровневое. Имеется подземный этаж. Вы видите уровень грунта от метро до алтаря. Окна смотрят в землю. Обратите внимание, есть контрфорсы. Зачем храмы контрфорсы? Да еще к тому же такие маленькие и какие-то непропорциональные. Я знаю для чего предназначены контрфорсы. Но чтобы выполнять свою прямую роль подпор стены, для чего собственно и строится контрфорс, он должен быть выше размерами. Иначе в таком виде это просто лишний элемент. Вот если откопать нижний этаж, спуск на который мы видим, то размеры этих контрфорсов уже становятся вполне себе нормальными. Также тут есть балкончик над арками. Похожее архитектурное решение мы уже видели в Ново-Иерусалимском и Савино-Старожевском монастырях. Второй. Храм Бориса и Глеба Взюзина. Город Москва. Обратите внимание на эти два угловых здания, которые говорят нам о крупном комплексе, который тут был когда-то расположен. Так на местности выглядит здание юго-западного угла. Обратите внимание, насколько эти два здания похожи, если не считать цвета. Верхний этаж у обоих надстроен и непропорционален. Двери сделаны из окон. По периметру обоих зданий выполнен псевдофундамент из камня. Но конкретно это здание к церкви не относится. Это здание расположено в северо-западном углу, который уже относится к церкви. Также надстроен этаж и двери сделаны из окон. Вдобавок ко всему тут имеется подземный этаж, который используют, сделав окно прямо в тротуаре. Алтарь самой церкви направлен на север. И по периметру имеет контрфорсы, которые тоже непропорционально малы в таком виде. Причем, подчеркиваю, контрфорсы есть только на алтарной части. Обе лестницы приделаны позже. Обратите внимание на крест на храме. Он не направлен на север, а ориентирован с запада на восток. По православной традиции крест располагается таким образом, чтобы идущий в храм человек видел, так сказать, лицевую сторону креста, а не боковую. А вход в этот храм с юга, так как алтарь расположен на севере. Храм по низу стены имеет псевдофундамент, а на крыше есть дверь для Карлсона. Третье. Храм Успения на Чижевском подворье. Город Москва. Алтарь храма ориентирован на северо-восток. Прямоугольный алтарь, в стене которого проглядывает заложенное окно. С юго-восточной стороны, в стене алтаря, мы видим заложенную арку и ряды кирпича, которые предназначены для связки с отходящей стеной. Причем арка весьма широкая и расположена очень низко от поверхности земли. А стены должны были идти с обеих сторон арки. Повторюсь, эта конструкция примыкает к алтарной части храма с юго-востока. И если убрать 3 метра грунта, то это будут большие ворота в прямоугольный алтарь. Четвертое. Церковь Петра и Павла, Московская область. Алтарь храма направлен на юго-восток. Мы видим круглые окна на нижнем этаже. Здесь псевдофундамент. Что характерно, сейчас при реставрации делают точно так же. Обкладывают кирпичную стену камнем. То есть гидроизоляции там по-прежнему никакой нет. Повсюду глина и виден уровень, от которой уже откопали. Дальше откапывать не стали. В этом месте хорошо видно проглядывающую из-под штукатурки заложенную дверь. Пятое. Церковь Вознесения Господня, Московская область. Ориентация алтаря на восток, с небольшим смещением на север. В данный момент отреставрирована только трапезная. А колокольня, основной объем и алтарь так и стоят в руинах. Проходы в алтарь, именуемые Северные ворота и Южные ворота, расширены в обе стороны. Поэтому изнутри выглядит несимметрично. В алтарной части есть голосники. Обратите внимание, восточная стена основного объема, там где был иконостас, не оштукатурена. И здесь имеются закладные отверстия. Причем некоторые заложены изначально при строительстве, а некоторые пробиты уже позже по стройке. Вполне возможно, что это было крепление иконостаса. А вполне возможно, что это было перекрытие второго этажа. На противоположной западной стене закладных не видно, так как она оштукатурена. Под северным входом основного объема имеется какое-то отверстие, идущее далеко под пол. Низ северного входа грубо расширен. Верхние дверные петли вделаны в камень. А на южном входе такие же петли, установленные в деревянную колоду. При этом в южном входе имеется камень на месте предполагаемой установки петель. Но петель там нет, и камень разрушенный. Кто-то вырвал дверь вместе с петлями? Видим разный уровень облицовочного камня и кирпичной стены у трапезной. Ниши расширялись. Обратите внимание, отверстие в малую башню просто закрыто листовым материалом, так как не планировали или не знали, как его использовать. Навершие храма было примерно таким же, как в храме святых Косьмы и Демьяна в Калуге. Про него также будет рассказ далее в фильме. Рядом с храмом есть дом с провалом внутри. Деревянный верх, каменный низ. Шестое. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском, Московской области. Это вообще в данный момент не церковь, а считается, что была колокольня. Основной объем и трапезные снесены. Алтарь, если он вообще когда-то существовал, был направлен на восток. Снаружи это квадратное по форме строение, а внутри оно круглое. Вход с севера. Рядом было древнее кладбище. Седьмое церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Пирогово, Тульская область. Перед нами величественное сооружение, очень большое и красивое. Размеры и его красота просто поражают. И это в глуши, в небольшом селе. Алтарь направлен на северо-восток. Нет лестницы на колокольню. Штукатурка внутри не планировалась. Выдолбленное крепление иконостаса. То есть технологические отверстия, прикладки, стен сделать смогли. А самое главное забыли. Отверстия в световой барабан заложены неаккуратно. Да и света он не добавлял. Уровень пола в трапезной на разной высоте. Похож на поспешное выравнивание. С дымоходом типичная ситуация. В стене небольшой проход был, но стену пробили, чтобы к нему подключиться. На окнах стоят кованые решетки с таким вот интересным орнаментом. Восьмое. Церковь Спаса преображения в Юрьево, Тульская область. Как и когда образовался приход и от чего получил свое название, сведений не имеется в церковной летописи прихода. Более того, официальные источники не могут даже определиться с датой постройки самой церкви. Алтарь направлен на восток. От храма остался только четверик основного объема. Все остальные части, если они были, то уже разрушены. Видим новодельную арку, выложенную на цементный раствор. Изначально эта арка была ниже. Штукатурку сбивали. При строительстве использовалось два формата кирпичей. Стандартный и крупноформатный. Крыша трапезной – это бетонная отливка. Стены трапезной также на цементе. А вот сам основной объем построен на известковом растворе. Развален колокольни – не видно. Швы расшиты только в склепе. На склепе стоит дата 1898 год. И надпись на старославянском. Однако в конце 19 века так уже не писали. Также видим мальтийский крест и полуколонны, как в храме всех святых в Плавске. Фильм о Плавском храме уже есть на канале. Склеп выложен из отлитых блоков. Низ склеп более древний. Здесь мы видим разрушенную кирпичную арку. Кладка выше арки с расшивкой швов по советскому типу. После храма валяется каменный блок, в котором крепился штырь, залитый свинцом. Девятое. Знаменская церковь в Пятницком. Согласно официальной информации, сначала была построена трапезная. А затем основной объем храма. Алтарь ориентирован на восток, с небольшим отклонением на север. Под алтарем хорошая кладка из правильных блоков. Можно сказать новая, по сравнению с кладкой камней под самим храмом. Видно, что используются камни, изначально стоявшие в другом месте. Рядом с церковью расположено родовое кладбище бояр-языковых, по официальной версии основавших эту церковь. Здесь имеются чугунные надгроби, такие же, как в Новоирсалимском монастыре. Также тут находится заштукатуренное гранитное надгробие. Десятое. Церковь Богоявления Господня в Красном, Тульская область. Этот храм находится буквально в 400 метрах от красивой заводской трубы, про которую мы уже рассказывали ранее. Ориентация алтаря на северо-восток. Храм двухэтажный. Маленькие окошки на уровне земли. Одна петля на заложенном арочном проходе. Вторая петля засыпана. Закопченные кирпичи. Срезанная стяжка. Уровень грунта в нижнем этаже заметно ниже, чем в проходе к нему. Потолки, швеллер, и между ними арочная кладка из кирпича. Друзья, помните, где мы видели такой потолок? На заводе штамп. И такой потолок мы еще не раз встретим в дальнейшем. Это нижний этаж. Тут все покрыто слоем нагара. Что интересно, на прямоугольных камнях лежат неотесанные валуны. Арки в апсиду нижнего этажа продалбливали вверх. Дымоход пробивали в готовой стене и обложили современным кирпичом. Дверь заложили. Получилось окно. Но нижний этаж обложен снаружи более темным кирпичом. Возможно, именно поэтому стиль окон на нижнем этаже и на верхних отличаются. В некоторых местах эта облицовка отошла от основной стены. Обратите внимание на высоту двери в колокольню. Тут хочу подчеркнуть, что все остальные двери нормального размера. Это единственная дверь, которая такая высокая и узкая. То есть по ширине она нормальная, но по высоте не пропорциональная. А секрет этой высокой двери в том, что ее просто пробивали вниз. И даже стяжку для этого срезали. Изначальный вход, теперь уже нижний этаж, засыпан. И чтобы не ходить туда, был сбит подоконник на втором этаже и разбита стена до самого низа, чтобы можно было подниматься сразу на второй этаж. А для этого снаружи к колокольне пристроили крыльцо из современного кирпича. В результате получился такой интересный проход. Перевязка колокольни с храмом есть только снизу, а выше нет перевязки, так как коридорчик – это новодел. Заходить в основное здание изначально нужно было через нижний этаж. Арочное крыльцо пристроено позже. Точно под ним, изнутри, мы видели большую арку. В основном объеме на втором этаже видим пробитый дымоход и прямую широкую арку из трапезной в основной объем. Подчеркиваю, этот проход также пробит, так как видны сколы на кирпичах. Изначально были только такие маленькие дверки и не исключено, что только по бокам. Однако, если посередине был проход, то это уже становится похожим на царские врата в алтарь. Но вот только алтарь сейчас находится дальше, за основным объемом. А тут трапезная. Поэтому, чтобы было по канону, и пришлось переделывать. В трапезной с одной стороны два окна, а с другой всего одно. Повсюду видим сбитую штукатурку. Крыш изначально не было, на куполе двойной барабан, который снизу замазан. Одиннадцатое. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Потемкино, Тульская область. По внешнему виду храм выполнен по всем канонам. Алтарь, основной объем, трапезная, колокольня. Все построено воедино. Однако, даже не заходя внутрь, просто достав компас, мы видим, что алтарь направлен на северо-восток. А зайдя внутрь, сразу обращает на себя внимание, грубо выбитые дымоходы. Неизвестно, есть ли нижний этаж, но пол гораздо выше уровня грунта снаружи и выполнен в варочном стиле. Некоторые ниши пробиты насквозь. Видим скошенный подоконник. Обращает на себя внимание бойницы в колокольне. Крыша не планировалась. И что интересно, бойницы сделали, а про штробы и дымоходы забыли. Внизу колокольни выветренный кирпич. А вот изисковая кладочная смесь до сих пор крепкая. В потолке нижнего яруса колокольни видим небрежно заделанное отверстие. Имеется яма в алтаре. Сама алтарь не круглый, а восьмигранный. Направлен, как я говорил, на северо-восток. Не видно фундамента. 12. Церковь Михаила Архангела в селе Драгуны, Тульская область. Как и Покровская церковь, этот храм выполнен по всем канонам. И алтарь ее также обращен на северо-восток. Арочная дверь в колокольне заложена позже постройки. С другой стороны этой арки подъем наверх колокольни. Но туда нет лестницы. Арки в верхней части колокольни кирпич грубо стесан. Но в целом кладка качественная. Используется много оплавленного кирпича. Крыльцо у колокольни никак не привязано к ней. Каменные плиты возле колокольни похожи на отливку. Пол в колокольне из грубого камня. Не привязан к стенам. Выложен позже. Даже скорее можно сказать засыпан позже. Верх колокольни пирамидальный. Четко видно штрабу на колокольне. То есть крышу над трапезной сделали после того, как ее построили. Значит климат изменился не сразу. Внутри храма с внутренней стороны стены видим фундамент. Если это ленточный фундамент, то предполагалась обратная засыпка. Тогда зачем делать внутреннюю стену фундамента такой ровной и гладкой? Купол восьмигранный. Снаружи у основного четверяка фундамент слишком разрушенный по сравнению с трапезной. Очень похоже, что было крыльцо и оно даже было перевязано со стеной. Солея, ну то есть амвон, подиум у алтаря который, это отливка. Снова видим, как дымоход грубо пробит в стене основного объема и в трапезной. Окна в трапезной, как в обычном деревенском доме. Трапезная построена воедино с основным объемом. Барабан на куполе внутри пустой. Тринадцатая. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Борозуново, Тульская область. Алтарь храма направлен на восток, с небольшим отклонением на север. Дверные петли с двух сторон двери. Штукатурку сбивали. Проход в трапезную уменьшали, заложив арку и нарушив симметрию. А это окно в трапезную из основного объема пробивали вниз. И смотрите, теперь эта стена похожа на алтарную стену с царскими вратами. Друзья, не кажется ли вам, что если убрать все пристройки, то получится квадратное здание, в каждой стене которого будет большая дверь посередине и окна по краям. А может так и было изначально задумано? В трапезной одно окно на север и два на юг. А где же симметрия? На своде трапезной вырос культурный слой. Уровень пола слишком высоко, и это не только из-за обвалившегося свода. Используются кирпичи двух форматов. Есть яма в алтаре. Гидроизоляции под стенами нет. Под углами основного объема видны камни. Основной объем и трапезная, судя по всему, были построены одновременно. Через алтарь и трапезную проходит двойной контур стяжек. Во многих местах стяжки перерезаны автогеном. На трапезной изначально не было двускратной крыши. Видим заплатки в стене из позднего кирпича, причем некоторые кирпичи в заплатках оплавленные. 14. Троицкая церковь Шилова, Тульская область. Патратный алтарь с двумя окнами, одно из которых переделано в дверь. 14. Ориентация алтаря на юго-восток. Звонится выглядит вот так. Колокола сделаны из порезанных газовых баллонов, но при этом они довольно хорошо звучат. Имеются закопченные кирпичи в разных местах вкладки. Сами кирпичи стандартные, современного размера, при этом совершенно не соответствуют году постройки храма 1767 год. Степень выветривания может говорить о большем возрасте постройки, что опять же не вяжется с размером кирпича. 15. Качество кладки просто ужасное. 16. Толстые кладочные швы. Такое ощущение, что строители торопились. 16. Дверные петли вставлены в кирпич. Это при том, что в этой местности природный камень выходит на поверхность. 16. Но видимо поработать его не могли. В отличие от местности, где камня на поверхности нет, но петли в храмах стоят в камне. 17. Домоход отсутствует. 17. Используется печь с оцинкованной трубой, выведенной прямо через стену. Это современное решение, которое имеет право на жизнь. Но зададимся вопросом, а как было в прошлом? Изначально крыши не было. Это видно по штробам над алтарем. Колокольня надстроена. Это видно по разной степени разрушения кладки и по стилю кладки. 15. Покровская церковь. Ситова Тульская область. Алтарь ориентирован на восток, с небольшим отклонением на север. Верх колокольни и световой барабан обиты кровельным железом. Есть псевдофундамент. Стены надежно армированы, стяжки идут как поверху, так и понизу здания. Камень – это отливка, но затем он механически обработан. Запоры для проема в колокольне прибиты к стене, а не замурованы в нее, то есть это поздняя переделка. Видны потемневшие кирпичи. Снаружи, вероятно, от погоды. Внутри есть оплавленные, но стоят поодиночке. Такая же картина и в трапезной. Имеются одиночные оплавленные кирпичи. В основном объеме такого нет. Своды трапезной все разрушены. Судя по всему, колокольня и трапезная построены позже основного объема. Имеются поздние переделки. 16. Есть еще одна церковь, обитая железом, в Оренбургской области, Бугу-Русланский район, близ села Муравейник. Друзья, если вы знаете, зачем стены церкви покрывали металлом или видели похожие сооружения, то пишите, пожалуйста, в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok 17. Церковь Воскресения Христова в Роще, Калужская область. Храм направлен алтарем на северо-восток. На куполе с овальными окнами стоит световой барабан. И что примечательно, он соединен с основным объемом храма. То есть этот проход еще не заложен, как это часто бывает. Крыша изначально не планировалась. Это видно по маленьким окошкам, которые перекрывают скат крыши. С этой стороны окно даже заложили, хотя на старых фото еще видно его открытым. Ступеньки на колокольню деревянные, расположены в узкой кирпичной трубе. Дверь очень узкая, хоть по высоте и нормальная. Наверху в колокольне имеются темные кирпичи, но в основном на подоконниках. Вероятно, это просто погодное потемнение. Бревна для колоколов удачно установлены на карнизы вверху колонн. Восемнадцатое. Церковь Святых Косьмы и Демьяна, город Калуга. Ориентация алтаря на юго-восток. Очень необычный стиль и красивое сооружение. Имеется портик над входом. В нем есть знакомый глаз в треугольнике. Проем в световой барабан не закрыт. Много круглых окон. Внутри очень много пространства. При этом площадь пола не очень большая. То есть разместится не очень много людей. Итак, друзья, это была краткая экскурсия по некоторым храмам Московской, Тульской и Калужской областей. Друзья, если вам интересно узнать более подробно про какой-то конкретный объект, то прошу вас проголосовать за него. Ссылочка на голосование в описании под фильмом. В качестве подведения итогов могу сказать следующее. В конце 19 века большинство храмов, если не все, подвергались ремонту или переделке. Читая книгу «Приходы церкви Тульской епархии. Излечение из церковно-приходских летописей», изданной в Туле в 1895 году, бросается в глаза, что очень часто о времени постройки храма или основания прихода вообще ничего неизвестно. Почитайте книгу сами. Ссылка на нее также будет в описании. Если ее читать внимательно, то складывается стойкое ощущение, что в прошлом где-то были храмы, селы, жили люди. И никому до этого не было дела. Как вдруг в конце 19 века почему-то вспомнили про эти храмы, которые стоят по всей губернии, решили провести их перепись и создать подробный список. Как будто не было в древности статистического учета и пожертвования приходов в вышестоящие церковные управления, так же, видимо, никто не отправлял. Пока однажды не спохватились и не решили все приходы пересчитать и записать. И оказалось, что об истории происхождения многих церквей и приходов вообще никто ничего не знает. Кто их основал и когда, но зато точно известно, когда была переделка или реконструкция церкви. Друзья, подчеркиваю, уже в 1895 году истории возникновения церквей и приходов никто не знал. А как же бабушки и дедушки, которые, по словам некоторых диванных скептиков, видели Наполеона? Почему они ничего не помнили и не рассказали? Что касается ориентации алтаря. Мы видим, что большинство храмов не ориентированы по канону строго на восток. Они вообще никак не ориентированы. Даже среди храмов, имеющих направление на северо-восток, а склонение достигает 20 градусов в обе стороны. Не говоря уже об ориентации на юго-восток или север. Официальные объяснения звучат так, что эти храмы ориентировали не по сторонам света, а по восходу солнца. Или что в то время не было компаса. Но это всего лишь объяснения, причем лживые. Обратите внимание, что большинство храмов, имеющих неправильную ориентацию, построены якобы в 18 веке, то есть это 1700-е годы. При этом есть храмы, например, в Лужецком монастыре, которые построены гораздо раньше, и они имеют правильную ориентацию. Тут еще вспомним, что согласно официальной истории, Америка была открыта Колумбом аж в 1492 году. То есть Колумб, видимо не имея компаса, пересек Атлантический океан и открыл Америку. А спустя 300 лет, согласно той же официальной истории, в России не могут правильно сориентировать церковь, потому как нет компаса. И мы должны принимать эту официальную точку зрения за истину в последней инстанции. Про то, что для пересечения океана нужен не только компас, а еще много разных точных навигационных приборов, думаю, вы и сами прекрасно знаете. Но сейчас не про открытие Америки Колумбом, хотя это еще та история и достойно отдельного рассказа. Сейчас речь об ориентации храмов по сторонам света. Ведь в случае необходимости компас можно сделать даже из иголки и лужи. И вот я спрашиваю вас, друзья, неужели люди, умевшие выплавлять металл, который нержавеет столетиями, люди, которые могли строить такие красивые здания, неужели эти люди не знали такого способа? Или наши предки были настолько лапотные и дикие, что не имели швейных игл? Ребят, это даже уже не смешно. Официальная версия истории просто шита белыми нитками. Итак, наши предки могли без проблем определить стороны света. Думаю, с этим все согласны. Тогда возвращаемся к нашим так называемым храмам. Почему тогда они сориентированы как попало? А ответ, как всегда, предельно прост. При проектировании этих зданий учитывалось все, что было необходимо для функционирования этого здания. А если ориентация по сторонам света не была учтена, значит она не имела никакого значения. Про гидроизоляцию. В большинстве случаев ее нет от слова совсем. Но не может быть, чтобы наши предки не знали о расширении воды при замерзании. Конечно же, знали. Но гидроизоляцию не сделали. Спрашивается, почему? Ответ, да потому что в ней не было необходимости. Наличие такого элемента, как четверть, в дверных и оконных проемах подразумевает использование оконных и дверных рам. Причем это было запроектировано сразу при постройке. Друзья, про расшивку швов я уже говорил в начале фильма. И повторюсь сейчас снова, что если швы расшиты, то изначально штукатурить не планировали. Если после постройки предполагалось о штукатуривании стен, то зачем так заморачиваться с затиркой швов? И вот в большинстве случаев мы видим расшитые швы внутри храмов. Согласитесь, нам трудно представить не штукатуренную изнутри церковь. Не на чем писать фрески. Если это, конечно, церковь изначально. Крепление коностаса выбито. Домоход выбит. Крыша изначально не планировалась. Штробы и закладные для крыши выбивались в уже готовой стене. В то же самое время различные ниши и технологические отверстия делались почему-то сразу при возведении стены. И это проблемой не было. А все версии, что проще сначала построить, а потом продолбить, это не более чем сказка. Так как стены выложены на изысковый раствор. И изыск очень долго набирает прочность. В фильме про Тульское ипорхиальное училище подробно объяснен этот вопрос. Кто со мной сейчас не согласен, сначала посмотрите его, а затем можем подискутировать. Друзья, здесь хочу сделать замечание, что во всех посещенных заброшенных храмах мы нигде не видели заложенную при строительстве двускатную крышу. Я постоянно про это говорю в фильмах. Здания, называемые сейчас церквями, не рассчитывались для эксплуатации в холодное время года и в условиях большого количества осадков. Но при этом здания красивые и прочные. То есть строить-то умели. Объяснение этому только одно. В то время не требовалось делать отопление и скатную крышу. Не было в этом никакой необходимости. А потом необходимость появилась. Стало вдруг холодно зимой и стало много снега. Версия про холодную и теплую церковь разбирается в фильме «Храм или не храм?» Вот в чем вопрос. И прежде чем начинать спорить, посмотрите его, кто не видел. Все ссылочки, как всегда, в описании. Теперь про стяжки. Для религиозного здания, эксплуатирующегося в щадящем режиме, такое армирование более чем избыточное. Как по количеству стяжек, так и по их толщине. Такое армирование необходимо только если здание находится в сейсмоопасной зоне или подвергается вибрационным воздействиям изнутри. Например, компрессорное или кузнечное оборудование. К тому же, такое избыточное армирование ведет к огромному перерасходу металла. Если бы это был единичный случай, то это можно было бы как-то объяснить, например, щедростью меценатов или отсутствием более тонких полос металла на рынке. Но мы видим такое армирование на всех храмовых постройках и не только храмовых. Старинные заводы имеют такую же армировку. Подчеркиваю, такую же, не больше, не меньше. Теперь о кирпичах. Требование к клеймить кирпичи согласно официальной истории ввел Петр Первый. Ну, если он был, конечно. Но в его время кирпичи должны были иметь в длину 280 мм, ширину 140 мм, толщину 70 мм. Нам клеймы на кирпичах попадались очень и очень редко. Размеры кирпичей в разных регионах разные. Более того, даже в одном регионе имеется несколько форматов кирпича, что противоречит официальной истории, утверждающей, что в 1833 году правительством были определены длина кирпича 265 мм, ширина 133 мм, толщина 67 мм. С обязательным нанесением клейма. Как мы видим, размеры кирпича ни одной церкви, построенной якобы после 1833 года, не соответствуют этому стандарту, а отсутствие клейма еще больше подтверждает выводы. В каждом регионе, в каждой общине делали свой кирпич по своим размерам. И указания центрального правительства или просто игнорировались, или вообще никак не регулировали данную сферу. Говоря совсем простыми словами, мы имеем множество древних, красивых, укрепленных зданий, не рассчитанных на эксплуатацию зимой и ориентированных в пространстве как угодно. Все здания имеют признаки индустриального объекта, связанного с промышленностью. Для строительства этих зданий был использован единый стандарт по прочностным характеристикам и расчету несущих стен и перекрытий. Но все здания выполнены по индивидуальному проекту и индивидуальным строительным материалам. Пользуясь случаем, хочу выразить глубокую признательность всем, кто помогал в создании этого фильма, в сборе материалов, работе с архивами и поездках на места. Их далеко не полный список, друзья, вы сейчас видите на экране. Друзья, это общие выводы о том, что нас окружает. Конкретные выводы уже по всей картине в целом будут сделаны в следующих фильмах. Сейчас больше не стану вас загружать, так как информации было очень много. И как вы уже поняли, впереди еще много интересного, поэтому я с вами не прощаюсь, а говорю до скорой встречи. Всего вам доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова